Всем привет! С вами Никита Богуславский и сегодня я расскажу вам о том, почему стоит сходить на Бегущего по Лезвию 2049. Поехали! Я знаю. Получился абсолютно потрясающий фильм. Да, он сделал нечто невозможное по современным меркам. Он создал сиквел одной из лучших фантастических кинолент вообще в истории. Да так, что ее даже не хочется сравнивать с оригиналом. Новинка полностью самодостаточная и работает без каких бы то ни было сравнений, референсов или даже отсылок к первому фильму. Да, сюжетная завязка там строится на событиях первой части, но на этом все заканчивается. Фильм дает достаточной информации для тех, кто не в курсе фильма, который вышел в 1982 году и прекрасно смотрится в 2017. Да, он такой же медленный и никуда не торопится, но он значительно технологичнее, он больше, он современнее. Он в каких-то моментах быстрее и осмысленнее, но в то же время он и проще. Видно, что продюсеры приложили руку к написанию сценария или к финальным правкам к монтажу, потому что в фильме очень много странных флэшбэков, которые как будто бы и не нужны и призваны просто объяснить зрителю то, что показывали ему буквально полчаса назад. Имплантанты. Это не ваши воспоминания, а кого-то другого. Впрочем, возможно, когда твой фильм так по завязку напичкан событиями идет два с половиной часа, без дополнительных объяснений не обойтись. Но, кто знает, и возможно со временем выйдет режиссерская версия, в которой этих странных и, в общем-то, ненужных флэшбэков, наверное, и не будет. Что касается философии, то новый фильм все-таки уступает первому. В нем нет таких глубоких жизненных тем, он не задает таких тяжелых и философских вопросов без ответов. Технически «Бегущий по лезвию 2049» отвечает на те вопросы, которые задавал оригинал. Да, здесь четко и ясно дает понять, что человечность присуща не только настоящим людям, и порой машина или даже обычная голограмма способна чувствовать и понимать, что хорошо и что плохо лучше, чем настоящий, живой, органически рожденный человек. Нового Блэйдранера, нового главного героя играет Райан Гослинг, и лично, на мой взгляд, он отлично справляется с ролью. Кто-то может сказать, что весь фильм он ходит с одним выражением лица, кто-то может сказать, что он слишком выносливый и терпит слишком много побоев, после которых спокойно оправляется, но, черт возьми, это отлично объясняется в фильме. И я не буду дальше спойлерить, иначе вам, наверное, будет не так уж интересно его смотреть. Если об этом узнают, начнется настоящая бойня. Что касается Харрисона Форда и Джареда Лето, двух других крупных звезд, которые участвовали в съемках, то должен вас разочаровать, их не так уж много. Со злодеем вообще все довольно-таки блекло, потому что этого слепого магната по имени Волос в фильме вообще достаточно мало, буквально две или три сцены, но их Джаред Лето отлично отрабатывает. Проблема скорее в том, как его персонаж прописан, потому что его мотивация не совсем понятна. По сути, у антагонистов, у протагонистов и у других персонажей цели-то примерно одинаковые. Различаются только методы их достижения, и в итоге конфликт несколько размывается. Что до Харрисона Форда, то да, я склонен согласиться с большинством западных критиков, это и правда одна из лучших его ролей за последние лет десять. Здесь он старается явно больше, чем в пробуждении силы, но, опять же, сцены с ним не так много, и видно, что Форду уже очень много лет он устал. Он устал, ему тяжело отрабатывать динамичные, быстрые, жестокие экшн-сцены, и в большей части времени он особо ничего не делает, лишь выступает неким статистам на фоне приключений Райма Гослинга, которого зовут Кей. Я всегда знала, что ты особенный. Отдельно хочется отметить романтическую линию. Да, вы не ослышались. В фильме про постапокалипсис, про жестокий, мрачный киберпанк, в фильме, жанр которого проще всего описать как фантастический нуарный детектив, потрясающая любовная линия. Без шуток. Это одна из лучших романтических историй, которые я вообще когда-либо видел в фантастическом кино. Столько страсти, искренности и чувства я не видел уже давно, и здесь эта линия прекрасно вписана в общую картину и дополняется фантастическими элементами. Я не буду останавливаться на этом подробнее, чтобы не раскрывать секретов, но вам просто нужно это увидеть. Возможно, это только мое мнение, но я склоняю предполагать, что многие его разделят. Я скучала по тебе, дорогой. Но единёк, да? Но единёк. Как я уже говорил, на «Бегущего по лезвию 1049» действительно просто нужно сходить в кино. Это один из главных фильмов года, который просто обязательно увидеть на большом экране. Я его смотрел в обычном 2D и остался под большим впечатлением, потому что снят он невероятно красиво. Кроме того, он выходит и в 3D, и в IMAX 3D, так что если у вас есть рядом кинотеатр с большим IMAX-экраном, обязательно идите туда. Я уверен, что эффекты и объёмное стереоизображение вас точно не разочарует. Твоя история ещё не закончена. Осталась последняя глава. Российский прокат «Бегущий по лезвию 2049» выходит уже 5 октября. И если вы успели сходить в кино до того, посмотрели этот ролик, обязательно оставьте своё мнение в комментариях. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И до встречи на том же самом сайте. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!